и только привет ребят очень рад вас всех видеть и сразу давайте начнем с ваших планов на летний фестиваль очень давно вас не видели очень давно вас не слышали все соскучились по концертам соответственно расскажите какие у вас планы сколько где когда будете играть я помню точно что вы должны участвовать на фестивале в городе на фестивале в Сибири на Малоярославце на воздаге на воздаге на воздаге карелищ вот а теперь называется наш рук по-моему наш фестиваль наш я думаю еще может быть нарисуются сейчас какие-то даты фестиваль это локальных и различных образуется очень много то есть какие-то отходит какие-то наоборот еще не вещь у группы в принципе был достаточно солидный перерыв причем еще и вот так получилось что у вас немножко поменялся состав вот сразу давайте расскажите о стерпе пусть он посидит покраснее вот и как получилось если это не очень неудобный вопрос что он собственно ушел проб то есть здесь вроде как секретов нет никаких человек просто сейчас играет в группе анаконос и собственно он сделал свой выбор по стороне этой группы и мы ну Саша расскажешь что он больше всего познавал просто не было времени на два коллектива не менее я про стёпу просто понятно когда стало ясно что у профа нет возможности как бы продолжать с нами работать сразу у меня сразу стало ну было несколько кандидатур но у Степа была первая кандидатура я ему когда все выяснилось сразу набрал не каждый день тебе звонит кондрат его я думаю что все сразу после первой птицы секундочку вопросов особо не барабанщик вопросов я очень хорошо помню момент когда андрей появился в группе опять же тусовка одна наблюдал процесс так сказать вот сейчас в группе самый молодой самый новый участник это ты каково было собственно попасть в компанию вот таких вот зубров нашей сцены какие были ощущения вообще и как тебе работало с этими товарищами и есть ли дедовщина кстати вот на самом деле ну хотел бы еще сказать что мы уже давно знакомы то есть мы не сразу познакомились я виделся и свитом и слу на концертах мы играли вместе вот я группе ланчбокс играл до этого не помните вообще просто я не зналится ну то есть как бы музыкальная тусовка она тесная кажется что много музыкантов но те кто действительно этим душой занимается постоянно и просто живет этим уже так или иначе там протисались в каких-то тусовках встретились познакомились вот потом вот с вами кондратом вообще очень давно знаком мы писали с группой банана сплит у него на студии в общем как-то ну эмоционально человеческий контакт есть и это на самом деле самое важное наверное вот смотрите по сути у нас сейчас из активных и востребованных команд по пальцам одной руки перечислить я между из тех кто начинал в конце девяностых в начале нулевых там еще ряд имен можно перечислить молодых команд я честно говоря особо не вижу вот играющих лет подобное направление вот собственно вопрос как раз в этом как вы считаете история этой музыки она заканчивается на вас или все-таки может быть где-то еще какое-то будущее появится может степа расскажет думаю что-то надо сказать какие там настроения царят ну вообще на самом деле по ощущениям игры непосредственно концертной деятельности когда ты играешь эту музыку сложную особенно вот еп которая выпустила с этой группой там уже с наклоном в джент в современной стиле там очень много всего то есть гроздья нот там барабанные партии замороченные очень мне все такое насыщенное чрезмерно и музыка она такая это чтобы для музыкантов она не совсем понятно широкому кругу то есть наверное она не рассчитана на то чтобы много людей собрать то есть это какой-то нацел на технику на какую-то сложность размеры то есть можно задачи разных групп разная сейчас просто не так много групп которые умеют сочетать и какой-то современно актуальную альтернативную музыку и при этом чтобы это было мелодично и как-то там со смыслом групп то вообще на самом деле групп много я смотрю что альтернативных много и они как бы есть оттого что их не знает публика как бы как их узнать у нас и нету каналов нету радиостанции нет а группы есть они ездят свои местечковые туры то есть какие-то по тем же самым городам то есть какие-то сверх какие-то маленькие совсем там клубы музыка здесь только она абсолютно не массовая совсем она не массовая из-за чего мне кажется того что как бы материал просто такой не рассчитывал я думаю что это чаще скорее всего связано с того что подъем это были только когда вперед максимальной активности каких-то каналов и радиостанций было иван да поддерживал группы такого направления там люди сразу стали узнавать у нас нету все его на мету ничего нету как бы единственное радио наше радио вообще не воспринимать радио максимум русских исполнителей тоже не вспоминают и понятное дело что единственное единственное место это интернет то есть насколько ты можешь как-то преподнести свою группу настолько ты считай раскрутился скажу больше не только альтернативе группы по-моему есть по-моему а сиро всегда мы их играли на самом деле но ты знаешь а в штатах сейчас какая-то вот интер шикаре играет в клубе нет я имею ввиду то я говорю потому что например мне почему-то кажется что больше всего зависит от публики мое ощущение что дальше от менталитета нашей публики приходишь на система футдаун он битком собирает олимпийский больше 20 тысяч человек на корн битком все все концерты у нас группа играющих не хуже а уж даже получше чем некоторые коллективы которые у нас собирают большие залы очень много что люди так и предвзято относятся значит расскажите пожалуйста вообще вот как вы работали сейчас с одного материала то есть вот какой-то подъем вообще творческий был материал мы долго копили материал два года мы не играли эти два года пока не знаю даже что услышим в итоге пока материал кайфовый по мне вообще материал кайфовый мне тоже понравилось то есть работа быстро достаточно шла то есть как бы эти два года материал делался вот саши и андреем где-то там кромах родины когда мы стали вместе уже играть и компоновать как-то ланджировывать там куски менять там уже со стекла это все больше не так быстро буквально там репетиции песни то есть говорит о том что в принципе креатив как бы фантомировал на данный момент создание материалов и какой-то там за уши вытянутый притянутый данный момент сделано 14 страйлов 14 страйлов прорезал первым 12 12 14 12 а будет 14 так так ребят вот опять же вспоминая альбомы черта истекнулся можно как-то пронаблюдать определенные изменения во внешнем виде то есть понятно что время идет все меняются но кондрат вот меня ничего не меняется это как раз очень хорошо стабильный спирток мастерства вот макетишка группы трактеров уже ну это все главное чтобы не менялась кондрат вот старые эмоциональные вид на самом деле ты тоже не сильно изменился прям скажу не ну я я пришел когда вообще было там мне сколько лет двадцать все с нами были длинные волосы были когда пришел я о и он кстати длинные волосы был металлический период он тоже кажется под маты вот вот луся у нас сейчас очень активно экспериментирует со своим хэром ну да ну че старею надо что-то придумывать чтобы по-человечески выглядеть то что когда мужики стареют это одно а когда стареют два б** которые за микрофоном тут уже надо извините попу порвать слушай ну к тому же еще знаешь от чего зависит этот имидж как бы женщины в количестве от веса раз потолстел пора имидж менять потому что некоторые вещи уже не так смотрятся похудел можно обратно в черт нэ то есть вот мне интересно когда вы пультасы верните и кто т?мув потащить он все сам Гени עiendo eurem кавлин я там уже эскиз сделал все рукава в конкретной яEE б bounded ты по началу такой сидишь полив что toi таки падает я NUWA и нет прийти Я сейчас скажу, что на это время не нужно. Отведите меня. За три часа дам тебе раз и раз и все. Читатели Дарк Сити, читайте Дарк Сити. Ну и вообще слушайте хорошую музыку, не ставьте себе барьеры и ограничения в виде страны производства рок-музыки. И как-то старайтесь быть более честными, более открытыми, более позитивными. Слушайте тетрадь и рвовник. Да, и приходите в наши концерты. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok